Аббас, кажется, как будто ты еще не израсходовал свою энергию, которая там на ковре. Мне кажется, ты соберешься. И ходишь, еще не можешь остановиться после этого пойти. Разогрелся. Когда уже начал, борьба закончилась у меня. Один из редких турниров, когда ты вообще не даешь возможности болельщикам, ну хоть как-то испугаться или там поволноваться. Я в этом зале люблю бороться, у меня идет. Надеюсь, что завтра тоже пойдет. Финал против своего давнего соперника. Это как раз возможность вернуть долги? Постоянно все. Какая схватка была самой тяжелой за сегодняшний день? По-моему, точно не полуфинал. Таких тяжелых, так сказать, схваток не было, но соперник хороший был для меня. Кого бы выделилось? Всех, с кем боролся. Соперник, по-моему, все хорошие. Чем будешь удивлять муслима Мехтиханова? Мы друга хорошо бороться, нечем нам друг друга чем-то удивить. Завтра удача на Честере не будет. На кону чемпионат Европы? Вот за это будешь помогать? На кону все. Надо в следующий момент выложиться и побороться. Ну, одно могу сказать, завтра будет очень хорошее и сладкое. Муслим прибавил за прошлый год? Да, конечно. Мы с ним постоянно боремся, уже какой у нас старт. На Орегинской я ему проиграл, потом мы на России встретились. И вот так у нас мы друг друга как-то лучше делаем. И Башир тоже очень хороший, очень. Один из пахарей, можно сказать, самый лучший пахар. Пашир, дисциплина, все есть. Ну, сегодня удача во нам муслима Мехтиханова. С кем бы ты сравнил Муслима Мехтиханова из мировой борьбы? Вот на кого его борьба похожа? Он тоже длинный, как Аруджи, Аруджи. В Италии Аруджи. Ну, у них все равно разная борьба. У него другая, у него другая. Желаю вам яркой, зрелищной борьбы. Пусть победит сильнейший. И мы с топеной Курбаном вчера, представляющие команду Республики Тагистан, город Насавиум. Стоя рядом с Абасом, как будто я не прошел год, да? Как будто в прошлый год переносишься. Даже год не прошел, как мы боролись. Последний раз мы на России боролись, где-то полгода назад. Просто Ярыгинский турнир, финал. Да, да, да. Дежавю. Да. Мне очень приятно с ним бороться. Каждый раз схватка накаленная бывает. Завтра постараюсь обрадовать своих болельщиков и своих тренеров. Какой-то заряд тебе передал младший брат, который в такой драматичной концовке одержал победу с учетом 3-1. Вот и ты тоже сначала уступал, но потом нашел себе резервы, перевернулся ног на голову. Да, он мне мотивацию дальше дал выиграть схватку. Я даже особо настроиться даже не успевал. Смотрел схватку, переживал. И когда он выиграл, уже какой-то прилив энергии был. А у вас было когда-нибудь в карьере, чтобы два брата выходили в финал одновременно? В разных категориях. Мы выигрывали даже. Мы Алиевские выиграли. Еще были турниры по молодежи. Здесь вместе с братом выйти в финал. Это двойной заряд энергии будет завтра. Несколько покажем красивую борьбу. На эрегенском турнире любое золото достойно уважения. А если два золота привезут домой, два брата, чьи... Это для мамы двойной подарок будет. А чье золото она больше ждет? Ты уже привозил, наверное... Ей, в принципе, без разницы. И она за нас обоих болеет. Она даже в схватке не смотрит. Переживает. Она каждый раз спрашивает дома младших, как отборвался. Только после схватки она может взять и посмотреть схватку. А так она не смотрит даже. Твой соперник, Аббас Гаджи Магомедов, в прошлом году такой хороший урок получил на чемпионате мира против Виталия Аруджева. А, как говорят, раненый зверь, он опасен вдвойне. Что бы ты сейчас выделил уже в борьбе Аббаса? Он уже старается быть безупречным. Завтра ковер покажет. Мы тоже будем настраиваться. Помечал для себя какие-то особенности из схватки Аруджева с Аббасом? Вот он сказал, что твоя борьба похожа на Аруджева. Ну, он тоже такой... Аруджев тоже такой вязкий, такой высокий. Длинными руками? Может, да, может, в каких-то моментах он похож. Может, его тактику использовать завтра в финале противопоследствии? Нет, свою борьбу буду использовать. А так, надо свою борьбу навязывать. Настраиваться будем. А какая твоя борьба? Если вкратце так. Борьба Муслима Мехтиханова, какая она? Ну, навязать свою борьбу, больше атакующих действий и как-то подвести соперника усталость в такое состояние, в котором он уже не выдерживает схватку и тем самым выигрывает схватки. У меня в основном такие схватки бывают. В конце вытаскиваем. Завтра вы все увидите.